Ребятулики, ребятулики! Всем привет, мои дорогие! Всех приветствую на своем канале! Часто задают вопрос, почему я откладываю 25 копеек 2007 года? Почему такое пристальное внимание к этой монете? Ну, скажу вам так, что зачастую бывают парадоксы, когда тираж монеты огромный, но ее почему-то нету в обиходе. И вот так это случается и с 2007 годом. 25 копеек, то есть она есть, она присутствует, но ее найти довольно-таки проблематично. То есть она встречается намного реже. Соответственно, цена ее повышена. Для того, чтобы не голословить, я сейчас покажу вам проходы на аукционе. Сейчас сделаем паузу и перейдем к ноутбуку. Так, друзья, вот мы переместились к буку моему и смотрим проход на аукционе Виолити. Видите, что получается? Получается, что 25 копеек проданы за 8 гривен, 20 штук. Но сам факт, что этот год, этого номинала продается за такие деньги. Это очень дорого. И смотрим на тираж. Тираж 80 миллионов штук. Вот вам парадокс, который сегодня происходит в нумизматике. Это касаемо очень многих монет. Я еще сниму обзоры, потому что задавали вопрос. Ну, вот как-то так. И возвращаясь к нашим копейчушкам 2007 года. Вывод напрашивается сам за себя. Эту монету однозначно стоит откладывать и стоит в нее вкладывать. Как показывает практика и аукционы. Не забывайте, что аукцион Виолити это аукцион, на котором сидят динозавры в области многих. Веток, в том числе и нумизматики. Поэтому, если там есть по данной монете проходы, это очень говорит о многом. Задумайтесь. Это всего лишь мое, скажем так, субъективное мнение. Но я эту монету откладываю. Ну, все, мои хорошие. У нас есть уроки по нумизматике, уроки по антиквариату, пиар ваших девственных каналов. Не забывайте. С вами король всех монет, бог антиквариата и, конечно, император Всегбон. Голден бой. Перекупщик.